Это письмо я нашел в номере гостиницы, в ящике длинного и узкого стола, которому можно подсесть только боком. Можно сесть и прямо, но тогда надо ноги, положив их одна на другую, просунуть между тем самым ящиком, где лежало письмо, и доской, которая прикрывает батарею парового отопления. Я решил, что письмо это можно опубликовать, если изменить имена. Оно показалось мне интересным. Вот оно. Здравствуй, Катя. Здравствуйте, детки. Коля и Любочка. Вот мы и приехали, так сказать, к месту следования. Город просто поразительный по красоте, хотя, как нам тут объяснили, почти целиком на слаях. Да, Петр Первый знал, конечно, свое дело туго. Мы его, между прочим, видели по известной тебе открытке, на коне задавившись мию. Сначала нас хотели поместить в одну гостиницу, но туда как раз приехали иностранцы, и нас повезли в другую. Гостиница просто шикарная. Я живу в люксе, на одного, под номером 4009. Четыре, это значит четвертый этаж. Девять, это порядковый номер, а два нуля я так и не выяснил. Меня поразило здесь окно, прямо как входишь, окно во всю стену. Слева свисает железный стерженек, к стерженьку прикреплен тросик. Тросик этот уходит куда-то в глубину. И вот ты подходишь, поворачиваешь за шишечку влево, и в комнате такой полумрак. Поворачиваешь вправо, опять светло. А все дело в жалюзях, которые в окне. Есть, правда, и занавеси, но они висят сбоку, без толку. Если б такие продавали, я б сделал у себя так дома. Я похожу, поспрашиваю по магазинам, может где-нибудь продают. А если нет, то я попробую сделать из длинных лучинок. Принцип работы этого окна я вроде понял. Веревочки найдем, они там на трех. Есть еще одна особенность у этого окна. Оно открывается снизу, а посредине поворачивается на стержнях. Дежурная по коридору долго тут пыталась мне объяснить, как открывать и закрывать окно, пока я не остановил и не намекнул ей, что не все такие дураки, как она думала. Кровать я такую обязательно сделаю, как здесь. Поразительная кровать. Мы с Иваном Девятовым набросали с нее чертеж. Ее пара пустяков будет сделать. На шестом этаже находится буфет, но там все дорого. Поэтому мы с Иваном перешли, как говорится, на подножный корм. Берем в магазине колбасы и завтракаем, и ужинаем у меня в люксе. Дежурная по коридору говорит, что это не запрещается, но только чтоб за собой ничего не оставляли. А сперва было заортачилось. Надо, говорит, дескать, в буфет ходить. Мы с Иваном объяснили ей, что за эти деньги, которые мы проедим в буфете, мы лучше подарки домой привезем. Она говорит, мол, я все понимаю, поэтому кожуру от колбасы свертывайте в газетку и бросайте в проволочную корзиночку, которая стоит в туалете. Опишу также туалет. Туалет просто поразительный. Иван говорит, содрали у иностранцев. Ну да, действительно, у иностранцев содрали много кое-чего. Например, вот жалюзи. У нас тут одна из Красногорского района. Сперва жалела лить много воды, когда мылась в ванной. Но ей потом объяснили, что это входит в стоимость номера, так же, как и легкий обед в самолете. Лично я моюсь теперь каждый день. Меня вообще-то в ванной не удивишь, но поразительно другое. Блеск и чистота. Вымоешься, спустишь ралюзи, ляжешь на кровати, думаешь, вот так бы все время жить, можно б сто лет протянуть. И ни одна хворь тебя не коснулась, потому что все продумано. Вот сейчас, когда я пишу это письмо, за окном прошли морячки с троем. Вообще движение колоссальное. Но что здесь поражает, так это вестибюль. У меня тут был один неприятный случай. Подошел я к сувенирам. Лежит громадная зажигалка. Цена 14 рублей. Ну, думаю, разорюсь. Куплю, как память о нашем пребывании. Дайте, говорю, посмотреть. А стоит девчушка молодая, и вот она уевается перед иностранцами и так, и эдак. Уж она и улыбается-то, и показывает-то им все, и в глаза-то им заглядывает. Просто глядеть стыдно. Я опять говорю, дайте зажигалку посмотреть. А она на меня, уже видите, я занята. Да с такой злостью, куда и улыбка девалась. Ну, я стою дальше. Она опять к иностранцам. И опять на глазах меняется человек. Я говорю ей, что ж уж ты так угодничаешь-то. Прямо на колени готова встать. Ну, меня отвели в сторонку, посмотрели документы. Нельзя, мол, так говорить. Мы, мол, все понимаем. Но, тем не менее, должны проявлять вежливость. Да какая ж тут, говорю, вежливость. Готова на четвереньки перед ними стать. Я их тоже уважаю. Но у меня есть своя гордость. И мне за нее неловко. Ограничились одним разговором. Никаких оргвыводов не стали делать. Я здесь не выпиваю. Иногда только пиво с Иваном выпьем, и все. Мы ж понимаем, что на нас тоже смотрят. Дураков же не повезут за пять тысяч километров знакомить с памятниками, архитектурой и вообще отдыхать. Смотрели мы тут одну крепость. Там раньше сидели зэки. Нас всех очень удивило, как у них там чистенько было, опрятно. А сроки-то были большие. Ну, мы обратились к экскурсоводу, мол, как же так? Он объяснил, что, во-первых, это сейчас так чистенько, потому что стал музей. Во-вторых, гораздо больше издевательства, когда чистенько и опрятно. Сидели здесь в основном по политическим статьям. Поэтому чистота как раз угнетала, а не радовала. Чистота и тишина. Между прочим, знаешь, как раньше пытали? Привяжут человека к столбу, выбривают макушку и капают на эту плешину по капле холодной воды. Никто почти не выдерживал. Во, додумались. Мы тоже удивлялись, а некоторые совсем не верили. Иван Девятов наотрез отказался верить. Мне, говорит, хоть ведрами ее лей. Экскурсовод только посмеялся. Вообще, время проводим очень хорошо. Погода, правда, неважная, но тепло. Обращают на себя внимание многочисленные столовые и кафе. Я уж не заикаюсь про рестораны. Этот вопрос здесь продуман. Были также с Иваном на базаре. Ну, ничего особенного. Картошка, капуста и вся прочая дребедень. Но в магазинах чего только нет. Нет, жалюзей, правда, не нашел. Но вообще город куда ближе к коммунизму, чем деревня матушка. Были бы только деньги. В следующем письме опишу наше посещение драмтеатра. Колоссально. Показывали москвичи одну пьесу. Ох, одна артистка выдавала. Голосок у ней все как вроде ломается. Вроде она плачет. А смех... Со мной сидел один какой-то шкелет. Морщился. Пошлятина говорит им о нервности. А мы с Иваном до слез хохотали. Хотя история сама по себе грустная. Я потом расскажу. При встрече. Ты не подумай там чего-нибудь такого. Это же искусство. Но мне лично эта пошлятина, как выразился шкелет, очень понравилась. Я к тому, что не обязательно женщина. Мне также очень понравился один артист, который, говорят, живет в этом городе. Ты его, может, тоже видала в кино. Говорит быстро-быстро, легко, как семечки лускает. Маленько смахивает на бабу. Голосом и манерами. Наверное, пляшет здорово собака. Ну, до свидания. Остаюсь жив-здоров. Михаил Демин. По скриптум. Вышли немного денег, рублей сорок. Мы с Иваном малость проелись. Иван тоже попросил у своей шестьдесят рублей. Потом наверстаем. Все. Вот такое письмо. Повторяю, имена я переменил. А шишечка эта на окне, правда, занятная. Повернешь влево, этакий зеленоватый полумрак в комнате. Повернешь вправо светло. Я бы сам дома сделал такую штуку. Надо тоже походить по магазинам, поспрашивать, нет ли в продаже. Повернешь влево. С влево.